Дорогие друзья, здравствуйте! С вами в волейбольном обозрении и я, Евгений Ванархович. Продолжается сезон волейбола пляжного и продолжаем мы знакомить вас, дорогие друзья, с лучшими силами с Дюшор Жемчужной Полесье. На этот раз волейбольная команда Петра Владимировича Пархимчика, девушки возрастной категории не старше 2001 года рождения. Нынешним летом пляжный волейбол в Беларуси по-настоящему захватил умы и души любителей спорта. А профессионалы этой игры, быть может, впервые почувствовали должное внимание прессы. Да и болельщики стали всерьез увлекаться этой игрой, изучая особенности правил и ознакомиться с ведущими представителями, подчеркну, олимпийской дисциплины. В Модре, как мы уже рассказывали, пляжный волейбол пользуется все больше вниманием. Причем, если раньше он служил для представительниц Дюшор Жемчужной Полесье больше вспомогательным видом, как подготовка к играм волейбола классического, то теперь это еще одно направление, требующее к себе большого внимания. Естественно, как и каждое серьезное дело, пляжный волейбол предполагает достижение больших успехов. И приятно, что те же воспитанницы спортивной школы Мозорского НПЗ и их тренеры, понимая это, занимаются даже во внеурочное время, стараясь усовершенствовать свое мастерство. Понятно, что в пору отпуска многие дети больше поболи своих родных. Отправляются за граничные туры, едут за город бабушкам и дедушкам. Но те же мчужинки, кто остается в Мозоре, кажется, не представляют себе день без тренировок. В чем мы убедились, посещая стадион для пляжных игр Мозорского филиала Гумельского училища Олимпийского резерва. Диана Васьковская, которая в своем интервью рассказала о элементах, которые получаются у нее на тренировках лучше всего, мечтает со временем и о больших высотах. Так же, как и Елизавета Алисейко, капитан команды «Жемчужная полеса» 2001, причем сама Лиза 2002 года рождения. Но ее мастерство, коммуникабельность, качество лидера, наконец, позволяет вести за собой коллектив девочек, в том числе и старшего возраста. Пляжный волейбол – это очень увлекательная игра. Меня это привлекает свежий воздух, солнышко. Мы на тренировках сначала разминка, как обычно, потом в парах. В пляжном волейболе есть новые какие-то элементы. Вот, учимся их делать в парах, выполняем упражнения. Позже мы в конце каждой тренировки, у нас есть время, чтобы поиграть. Мы тренировались, когда была более опасная погода, ну, было прохладно, ветерок дул, было хорошо и легко. А когда на улице жарко, солнце сильно светит, немножко тяжело, потому что, ну, солнце и кружится голова немножко начинается, но очень интересно. Спросили мы у Лизы, что побуждает ее приходить на тренировки в то время, как большинство ее подруг по команде отдыхают, да и вообще, как пройдет лето у этой, вне всяких сомнений, одаренной спортсменки. Желание должно быть, чтобы ходить на тренировки. У меня оно всегда есть, я думаю, что оно не пропадет у меня. Вот, это для меня как жизнь волейбол, поэтому я с удовольствием хожу на каждой тренировке. Каникулы уже начались, лето я планирую провести у бабушки, а позже мы поедем в августе в лагерь. Нынешний сезон для жемчужной полиции 2001 получился в целом успешным, хотя случались огорчения. Ну, а лично для Елизаветы минувший спортивный год стал очередной ступенькой по бесконечной лестнице спортивного совершенствования. В этом сезоне у меня все удавалось, мне понравилась моя игра в целом. Я научилась большему чему-то, и было воспоминание самое хорошее, то, что мы в детской лиге заняли третье место. А цель на следующий год, ну, у нас будет спорта-океада школьников по 2001 году. И думаю, мы должны тренироваться, работать, чтобы у нас все получалось. То есть, и цель выигрывать только. На тренировке, что вы видите на своих экранах, присутствовала и мама Лизы, Наталья Владимировна. Факт этот отрадный, хотя порой дети смущаются присутствия на соревнованиях, тренировочных занятиях своих родных и близких. Меня это никогда в жизни не отличает, потому что я чувствую со стороны какую-то поддержку, то, что, ну, они за меня гордятся, они гордятся мной, и я рада, когда они присутствуют на ней. Кажется, на тренировке Наталья Владимировна не понравилась. Впрочем, это далеко не первое посещение старшей Алисейко занятия своей дочери. И любопытно, какими глазами она смотрит на площадку – глазами мамы или уже взором опытной болельщицы? Глазами мамы, в первую очередь, глазами болельщика. И, как бы, мы сами получаем удовольствие от того, что мы видим, но получаем двойное удовольствие, когда я вижу, что на площадке моя дочь. Следующий вопрос Натальи Владимировне был об изменениях ее дочери за сезон, как игрока, как личность. Ну, за этот сезон, мне кажется, она более так… помогли определиться с ее амплуа на площадке. Она стала основной связующей в своей команде. И у нее появилось, мне кажется, еще большее желание. Идти вперед, учиться чему-то новому. И самое главное, что это пока не мешает нашему учебе. Ну, что до учебы, то Наталье Владимировне волноваться не стоит. Средний балл Елизаветы – 9,2, согласитесь. Не каждая спортсменка, да и не только спортсменка, может похвастаться подобной успеваемостью. Ну, а в спорте? Наверное, и в этой ипостасе Наталья Алисейко мечтает, что ее Лиза станет звездой мирового класса, чемпионкой мира, Европы, Олимпийских игр. Такие мечты, наверное, есть у каждой мамы, чья дочь на данный момент занимается в этой команде, допустим, да. Но настраивать как-то и убеждать ее в том, что ты должна, у тебя все получится, пока не готово. Наверное, это правильно. Со стороны родителей не подвергать ребенка излишнему давлению. Пусть лучше сама Лиза определится со временем, что она хочет достичь и по какой профессиональной связи ей нужно двигаться дальше. Ну, а пока Лиза учится в специальном спортивном классе средней школы номер 14, который получился благодаря дюшер «Жемчужная Полесья» спортивной школы нефтяного гиганта «Мозорский нефтепроводящий завод». Ну, несомненно, мы видим, какую помощь оказывает завод в том, чтобы наши дети смогли так заниматься, учиться, ну, финансово, конечно. И без помощи завода, без его поддержки финансовой, думаю, что мало что получится. Будет так. Ну, любительские пошли, поиграли, поехали, не поехали. Потому что не у всех, ну, не у всех в семье есть возможность, чтобы и у их чада, скажем так, смогла выехать, где-то поучаствовать. Действительно, роль в развитии женского волейбола в Мозоре со стороны нефтепроводящего завода переоценить трудно. И приятно, что дети, их родители, тренеры ценят это. Впрочем, на Мозорском НПЗ могут гордиться своими спортивными кадрами. Ведь даже одно желание заниматься, как мы уже сказали, во внеурочное время, вызывает восхищение. Но вот хватит ли сил юной леди, тренируясь в межсезонье, после эффективно заниматься в подготовительный период? Ну, конечно, игроки должны, даже в детском возрасте, должны держать какую-то паузу небольшую. Почему? Потому что потом в августе месяце, получается, перед сезонкой, можно так сказать, вот, и девочки по максимуму будут работать. Перед этим, естественно, нужно отдохнуть. Ну, а так вот, да, в свободное время приходим сюда, занимаемся. То есть, дети, ну, как бы детям сказали, то есть, кто хочет, кто желает, можно сказать. Ну, так приняли, вот, недели две у нас, как можно сказать, как сбор был. Двухнедельный принял, вот, человек 6-7 в этом сборе участия. Как бы девочкам нравится тоже, вот, дополнительные, естественные навыки. И потом развивается и мышление, и защита, и все остальное. Как относится спортсменка к присутствию родителей на тренировке, мы уже выяснили. А вот не отвлекает ли это тренера, испытывающего, наверное, дополнительную ответственность в работе с подопечными перед их папами и мамами? Нам это абсолютно не мешает. Единственное, что, вот, не знаю, как девочке самой, то есть, мешает ли, нет. Ну, я думаю, что это хорошо, хорошо в том плане, что родители уделяют внимание дочери своей. И побольше будет таких родителей, и почаще бы ходили. И я считаю, что где-то с помощью этого и повысился бы уровень каждой девочки. На чуть-чуть, на ступенечку, но он бы повысился. Петр Владимирович Пархимчик – надежда тренерского цеха с дюшоржем Чужнополесье. Руководство спортивной школы завода видит в дальнейшем его в роли наставника профессиональной команды. Конечно, при условии неустанного прогресса Петра Владимировича. Но, кажется, за этим дело не станет. Ведь Пархимчик беззаветно любит волейбол, свою работу, дело всей своей жизни. И нисколечко не жалеет, что в свое время принял решение стать тренером. Конечно, нравится, то есть, и не жалея об этом. Вот, как бы, и, если честно, то перед университетом, как бы, ну, у меня такое было. То есть, в планах можно сказать, что хотел стать тренером детским, вот, как бы. Ну, вот, единственное, что, конечно, съездил на Спартакеаду, школьников по 2000 году, по девочкам. Вот, очень понравилось, как играют остальные команды. Особенно Брест понравился. Есть к чему стремиться, к чему учиться. И, вот, ну, как бы, по этим соревнованиям было понятно, то, что на эти соревнования, конечно, он готовится, ну, по максимуму. То, что тренер никак не может забыть Спартакеаду 2000, не самый удачный для Дюшор Жемчужнополисия, тоже говорит в его пользу. Видно, Пархимчик ежедневно анализирует причины неудач, устраняет просчеты в подготовительном плане и готовится взять реванш в наступающем сезоне. Ну, и не стоит забывать, что без поражений не бывает больших побед. Важно не опускать руки и верить в себя, при этом не устану трудиться, постоянно повышая свой уровень мастерства. Некоторые туры завершаются. Впереди очередные этапы. И как здесь не побеседовать с директором Дюшор Жемчужнополисия Владимиром Ивановичем Хомутовским. С последними состязаниями воспитанников детско-юношеских спортивных школ завершается сезон 2014-2015. Правда, у волейболистов-профессионалов еще продолжаются игры в волейболе пляжа, но все же можно сказать, что очередной спортивный год позади. А значит, настало время подвести некоторые итоги. Сезон у волейболиста он так вообще не закончился, потому что еще есть классический волейбол, есть пляжный. Поэтому у нас еще некоторые старшие девочки и Надежда Васильевна Рудаковская участвуют в подготовке их чемпионата Европы и Среди Нью-Йорров, где будет наша пара участвовать, представлять Республику Беларусь на чемпионате Европы и Среди Нью-Йорров. Вот Абрам Чикдаша и Карибинович Александр, поэтому у них еще перецепили некоторые ответственные старты, в том числе и Кубок Республики Беларусь взрослый молодечно, и турнир в Армении, так как вроде как было сказано. Ну а классический волейбол в наших сборных командах, в спецклассах, ну будем сказать, что завершен, хотя у нас еще адресная кампания летом очень большая, и на городского уровня, и выездные лагеря. Минувший сезон рекордный в истории профессиональной команды «Жемчужная Полесья» был успешной и для одноименной спортивной школы, откуда, собственно говоря, и вышла эта команда. Итоги сезона, так будем сказать, что в принципе они у нас ежегодно на таком достаточно высоком уровне. Все областные соревнования разного уровня мы выигрываем разными возрастами. Это у нас как закон, здесь второе место рассматривается как поражение. Ну а республиканское соревнование, если так взять сборные команды, которые участвовали в детской южной лиге Республики Беларусь по всем возрастам, в том числе и спецклассы они представляли, ну достаточно на, я считаю, хорошем уровне. То есть и мы видим, где мы недорабатываем, где мы можем добавить, поэтому здесь я думаю, что мы идем правильным путем. Хочу даже напомнить, что в принципе мы все должны понимать, что мы растим теннисской кадры своей. И по большому счету у нас все, кроме Надежды Васильевны, работают по 3-4 года на волейболе. Поэтому я думаю, что они тоже еще набираются опыта, знаний, умений, навыков, но я думаю, что все прибавляют. Конечно, случаются и неудачи, но показательно, что каждый недочет в Дюшор Жемчужной Полесь разбирается самым подробным образом. Из него извлекается урок и каждый раз в таком случае разрабатывается целая программа по выходу из ситуации. Как показывает опыт, программа довольно эффективная. Буквально был старт с подказа школьников. Ну, там, конечно, не то место, которое мы заняли, но там целый комплекс таких причин есть, которых я озвучивать не буду. Но их больше 10 причин, почему команда выступила не так удачно, как хотелось бы. Но мы их лично, я четко вижу и знаю. И знаю выход из того положения, как это нужно сделать. Поэтому, если это все будет решаться на разных уровнях, мы будем выступать, как и выступали на республиканском соревновании. Достаточно, по крайней мере, везде, первое, четвертое место, это у нас цель, задача стоит везде. Мы будем так и делать. Но тут не все от нас зависело. Еще одним достижением с Дюшор Жемчужной Полесья можно считать открытие очередного спортивного класса. На этот раз на базе средней школы номер 11. И этот класс станет пятым по счету, что символично, так как программа обучения этого класса соответствует пятому классу средней школы. Добавим, что тренерами этой новой команды, этого класса станут Петр Владимирович Пархимчик и Владимир Николаевич Коноприч, уже знакомые нам по работе с девчонками 2001-2002 годов рождения. Добавим, что на завершившемся перенесе Гомельской области по пляжному волейболу среди девушек не старше 1999 года рождения первые две мозорские пары заняли пьедестал почета. Первое место – Аврамчик Пинчук. Второе место – Скороход Сираж. Надеемся, что и на республиканском перенесе наши девчонки выступят успешно. Хотя здесь получается накладка. Пара Карабинович и Аврамчик уезжает в Армению и, скорее всего, от сборной Гомельской области на республиканском перенесе в Молодечно в 20-х числах июля выступит пара в таком составе – Карина Пинчук, Дарья Серыш. Ну, надеемся, эти девушки тоже выступят не менее удачно. А вот насколько близки они к профессиональной команде – это мы узнаем на последующих сборах. Тем более, что профессиональная жемчужина уже начала свою подготовку. Пока в неполном составе, но все же главное есть наш тренер – Михаил Михайлович Коваленко. Беседу с Михаилом Михайловичем Коваленко мы начали в первые рабочие дни. Профессиональная команда «Жемчужина Полесия» сезона уже получается 2015-2016. После отпуска, отдохнув и набравшись сил, Михаил Михайлович готов идти к новым свершениям. Правда, команда, с которой предстоит идти к этим высотам Михаилу Михайловичу, на этот раз претерпит существенные изменения по сравнению с прошлым чемпионским сезоном. Конечно, мы знаем, что у нас в связи с тем, что много девчонок решило стать мамами, ну так сложилось, поэтому ведем трансферную политику. Насколько это будет продвигаться, покажет время, переговоры ведутся, есть хорошие результаты. Кто-то еще, конечно, ждет иностранных своих предложений, если не получится, поэтому будем продолжать работать в этой стороне. Как и где будет готовиться «Жемчужина Полесия» к новому сезону на этот раз? Ну, пресезонная подготовка будет достаточно неоднозначная, наверное, не такая, как всегда. Почему? Потому что основная часть игроков будет приглашена в сборную. Сборная будет готовиться в сич на протяжении двух месяцев, поэтому август-сентябрь мы своих людей не увидим. И где-то будет дан шанс молодежи проявить себя, поработать, чтобы они прошли сбор по ОФП и по СФП. Запланированы матчевые встречи, как всегда, у нас турниры в сентябре. Насколько получится сверстать домашний турнир, конечно, хочется, чтобы он был, но все зависит от того, когда у нас будет начало чемпионата и будет ли у нас порточка для проведения своего турнира. Традиционно перед началом сезона ставятся задачи, намечаются цели. Какие они у «Жемчужной Полеси» в сезоне 2015-2016? Да, конечно, когда входишь в чемпионат, если ты начинаешь работать, то ставишь максимальные задачи, но в зависимости от комплектации, потом уже просто реально смотришь, что удалось сделать, что не удалось сделать. Поэтому прежде всего это надо укомплектоваться, а потом уже ставить задачи. В свете формирования команды практически полного ее обновления напрашивается вопрос о молодых игроках, воспитанницах «Жемчужной Полеси» об их шансах на место в основе профессионального клуба. Состав у нас, скажем так, вход никому не запрещен, поэтому кто работой докажет. Единственное, что потенциала такого выдающегося у молодежи нет, поэтому, как говорится, кое-кому придется выпрыгивать из штанов. Если удастся, если зарекомендуют себя, ну, в принципе, я думаю, что мы полностью 14 человек не укомплектуемся, так как мы были в прошлом году, поэтому место в составе для молодежи будет. Пускай проявляют себя, пускай переигрывают, я всегда говорю, в команде только нужно находиться сильнейшим. Сейчас, в кульминационную пору формирования команды, не все новости можно отдавать нас у зрителей. Посему уж не обессудьте нас, болельщики волейбола, но подробности о том, кто покинул «Жемчужной Полеси», кто пришел в команду, вы узнаете несколько позже. Пока же можно сказать, что в следующем волейбольном воззрении выйдет сюжет о Татьяне Серик, где самая знаменитая воспитанница мозорского волейбола расскажет о себе и о своих планах на будущее и еще раз поделится впечатлениями о прошедшем сезоне, в котором она впервые в своей карьере стала чемпионкой Республики Беларусь. Ну что ж, дорогие друзья, впереди нас ждет много интересного, как в волейболе пляжном, так и в волейболе классическом. Надеемся на успешное выступление в сборной Беларуси на чемпионате Европы и верим в то, что на пьедестал почета лучшего континентального турнира года поднимутся в том числе и волейболистки «Жемчужной Полеси». А на сегодня это все. С вами был Волейбольное обозрение, Евгений Минархович, Вячеслав Пересыпкин и Олег Фиснер. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин